Извините. Значит, истина, как всегда, где-то, наверное, не на этих крайних точках. На одном из тренингов меня юридические консультанты прямо спросили, скажите, а сколько будет длиться эта промо-акция со стороны государства, чтобы успеть зайти в административные суды, пока еще действительно волна какая-то показывает, что что-то поменялось в судебной системе. Но люди до конца не верят, что поменялось. И есть такое сомнение до сих пор. Недавно была передача на Хабаре, где выступали там судьи, адвокаты и так далее. И прямо одной строкой шло во время передачи, что Верховный суд дал указания местным судам, чтобы они попринимали пока еще решение в пользу граждан и негосударственных организаций. Правда это или нет, но мы можем только догадываться. Значит, кодекс действительно непростой. Я 30 лет преподаю административное право и сейчас понимаю, что... Нет? И понимаю сейчас, что я преподавал что-то другое все это время, поскольку административное право всегда обслуживало интересы государства. Ну, кто здесь юристы, проходили университетские курсы, помните, да? Сейчас мы потихонечку поворачиваемся к классическому административному праву, то есть то, которое изначально считается все-таки для того, чтобы защищать интересы граждан, интересы слабого в отношениях с этим могущественным субъектом, который называется государство. И так оно действительно зарождалось, просто мы в советское время от него ушли, в постсоветское время так и не вернулись, и сейчас делаем первые шаги. Кодекс очень сложный с точки зрения... Ну, произнесите его название с первого раза не получится. И я долго тренировался, чтобы это сложное название административный процедурно-процессуальный кодекс. Кодекс очень сложный, потому что это не наша правовая материя, это однозначно, это все признают, это рецепция немецкого опыта. Все те институты, которые у нас сегодня присутствуют, это немецкая правовая доктрина, это немецкая судебная практика. Как Мерседес поедет по нашим дорогам, как он будет в нашей инфраструктуре существовать, тоже большой вопрос. Кодекс, на мой взгляд, писался очень быстро, хотя и говорят, что над ним долго работали. На самом деле, конечно, такой фундаментальный акт, можно было и побольше времени отвести на него, поскольку о нем много сегодня говорят, о таких очень восторженных оценках, это реформа, это новые подходы, даже в названии. Это не я придумал название, организаторы придумали, но я не сопротивляюсь, потому что это действительно некая новая реформа, новое эхо в административном праве, новый этап, новая эра. Но тем не менее, конечно, при всех этих позитивных оценках, восторженных оценках, надо понимать, что он серьезно затрагивает очень сложные системы, систему государственного управления. Если он заработает, мы с вами получим качественно другую государственную администрацию. И судебную систему вы прекрасно знаете, у каждого есть опыт работы с этой судебной системой. Если суды не будут бояться выносить решения против государственных органов самого разного уровня, то, наверное, мы сделаем очень серьезный шаг в независимости судебной системы. Один мой сокурсник является председателем районного суда в Алматы. Я его спрашиваю, ну как вы, когда АППК только стал действовать, как вы решения принимаете? Он говорит, мы районных Акимов не боимся, мы смело отменяем их решения. Я говорю, а как с Акимами в области? И он уже замялся, да, то есть с Акимами в области уже немножко потяжелее. Так что у нас еще Аким республики, да, но должность немножко по-другому звучит. У нас еще есть министры, у нас еще есть правительства, с которыми также можно судиться. И тогда, когда люди начнут выигрывать у этих субъектов споры публично правы, тогда, наверное, будем говорить, что что-то поменялось. Вот вы видите кодекс 20 в нашей системе. Он небольшой, это тоже имеет свое объяснение, поскольку у нас, по сути, гражданско-процессуальные положения сохранились, и судьям административных судов придется иметь в руках два кодекса, процедурно-процессуальный и гражданско-процессуальный кодекс. Поэтому кодекс такой по количеству статей небольшой. Кодекс будет динамичным, еще не успели ввести его в действие уже две поправки. Сегодня готовятся поправки, связанные с законопроектом об общественном контроле. Появляются вот эти онлайн-петиции, они тоже заводятся сюда. Готовятся еще другие поправки, связанные с тем, что четыре месяца применения уже показали целый ряд проблем. Зачем он нужен? Первое объяснение государства в том, что создаются новые возможности для участия в управлении делами государства. Но у меня не зря стоят вопросы, потому что кодекс не об этом. На самом деле у нас действительно есть в Конституции статья о том, что мы имеем право участвовать в управлении делами государства. И об этом немножко в кодексе говорится, но на самом деле кодекса других, вот в трех других тезисах, четырех, которые сейчас на слайде вы видите, за нехваткой времени мы их обсуждать не будем, просто посмотрите. Вот в этом действительно новизна этого кодекса. Состоит он, наверняка вы уже с ним сталкивались, из двух больших разделов. Да, это позитивная управленческая деятельность, тогда, когда надо получить лицензии, государственные регистрации, земельный участок. И то, что связано с юрисдикционными процедурами, то, что мы называем часто административный процесс, административное судопроизводство или административная юстиция, ну юстиция – это более доктринальное понятие. Но, пожалуйста, не смущайтесь, там, где в кодексе касательно судопроизводства вы часто будете встречать один и тот же, два разных термина применительно к одним понятиям. Процесс судопроизводства – это в нашем кодексе, в этом кодексе это одно и то же. Тоже связано с тем, что есть очень большие споры, что такое административный процесс, в отличие от уголовного и гражданского процесса. Но, когда разрабатывали кодекс, у нас взяли такое очень узкое юстиционное понимание административного процесса, то есть только тогда, когда граждане судятся с государствами или не государственные, юридические лица. Еще одна проблема связана с тем, что кодекс входит не в пустое пространство. У нас огромное количество процедур было всегда, вы видите, и в советское время, и в постсоветский период, даже название этих актов, которые сейчас на слайде говорят, что это процедурные акты. Три из них, кстати, до сих пор действуют. У нас были процедуры в налоговых и прочих кодексах. В 2001 году, может кто-то помнит, когда разрабатывался налоговый кодекс, было предложение разработать процедурный налоговый кодекс. Но оно не прошло, а процедуры стали отрабатывать, собственно, в самом налоговом кодексе. И, кстати, немцы из страны, из которой пришел нам этот кодекс, они тоже говорят, что у них все начиналось с налоговых процедур, и потом это перетекло в процедуры для всех государственных органов. Вот у нас был закон об адмпроцедурах, наверняка вы с ним сталкивались и работали, и тоже можно задать вопрос, зачем, если все это было. Но закон об адмпроцедурах, он был очень такой лапидарный, всего пару строк, там, где сегодня несколько статей, и, по сути, название было громкое, но вопросам процедуры он касался очень коротко, очень сжато. Туда то заносились какие-то вопросы, то выносились оттуда, скажем, обжалование действий государственной администрации в последнее время было именно в этом законе. Но на три четверти он не имел прямого отношения к административным процедурам. Еще один вопрос, с которым придется столкнуться, это вопрос государственных услуг. Все вы знаете, что лет 15 назад в стране так произошел переход на сервисную модель государственного управления, когда государство это не распорядитель, я начальник, а мы все подчиненные, а поставщик услуг как в магазине. Отсюда стали развиваться эти новые технологии, государственные услуги, электронное правительство и так далее и тому подобное. То есть если вы сравните, что сегодня есть в законе о госуслуге и в АППК, будем называть его так сокращенно, вы увидите много общего. И в этом одна из проблем, поскольку, ну как я ее вижу, налицо две управленческие технологии. Госуслуги, которые предлагают, что все должно быть очень быстро, без контактов с государственным органом, в отсутствии всяких коррупционных проявлений, очень все технологично. И АППК в хорошем смысле консервативный правозащитный кодекс, который говорит, нет-нет, торопиться не надо. Если вы какой-то государственной услуги не представили какой-то документ, не надо сразу отказывать, говорит АППК. Дайте человеку возможность исправиться. Вот как эти два процесса будут вместе сосуществовать, посмотрим. На мой взгляд, сегодня это будет одной из проблем. Ну и вот то, что я считаю действительно нового появилось в этом кодексе. Вы видите принципы, подробнее мы чуть позже о них будем говорить. Новые права, которые где-то были в судах, в судопроизводстве, но их не было в такой вот административной процедуре. У нас появилось новое требование к актам, которое предполагает, что акты должны быть теперь гораздо длиннее и качественнее. Ну и ни в коем случае, конечно, будет большая ошибка теперь считать, что вот есть у нас АППК и все там находится. Нет, вы видите, что процедуры находятся в огромном количестве других актов. И более того, не только в кодексах и в законах. И они есть и в подзаконных актах. И вот здесь возникает серьезная проблема, связанная... Посмотрите, вот первая статья АППК, которую обычно никто не читает в кодексах. Первая статья, что там важного может быть. Но здесь говорится о том, что особенности осуществления адмпроцедур устанавливаются законами. Это действительно так. Ну, так сложилось, что у нас давно уже эти процедуры есть. А вот дальше статья немножко странная и не очень понятная. Но по-другому, видимо, не смогли. Смотрите, кодекс регулирует отношения, связанные с осуществлением адмпроцедур, в части неурегулированные законами Республики Казахстан. То есть вы прекрасно знаете иерархию нормативно-правых актов. Кодекс выше обычных измененных законов. И кодекс – это совершенно такой акт интересный с точки зрения его содержания. Это обычно совершенно другой уровень обобщения нормативного материала, систематизации и так далее. А судя по тому, что вы сейчас видите на слайде, кодекс действует по остаточному принципу. Есть где-то процедуры. Если что-то не регулируется, тогда включаем действие кодекс. На самом деле, это сегодня уже возникает вопрос и разное прочтение этого положения. Некоторые говорят, что если у вас есть процедура регистрации, допустим, какого-то имущества, то вы даже на АППК не смотрите. Смотрите на эту процедуру, которая есть в законе. Другие говорят, что нет-нет, если в этой процедуре, допустим, нет права на заслушивание физического или юридического лица, тогда все-таки давайте включаем АППК. Сейчас готовится, чтобы вы знали, готовится комментарий к этому ППК. Я тоже пишу этот комментарий. Как раз мне досталось комментирование этого раздела. И я пытаюсь теперь вот эти бреши, которые получились в результате такой работы, закрыть с помощью доктринальных вещей, чтобы вот этот зонтик в виде АППК, он распространялся на все другие процедуры. Хотя уже говорят, что некоторые министерства, почувствовав, что работать будет трудно, а действительно государственному аппарату придется гораздо сложнее теперь работать, они что делают? Они выводят процедурные правила из законов и закрепляют их в подзаконных актах. И говорят, посмотрите, у вас же написано, что в части не урегулированных законом. Про подзаконные акты же ничего не говорится. Но это, конечно, если бы написали здесь еще и подзаконные акты, тогда бы над нами, наверное, вообще весь мир смеялся. Так что же это за кодекс, если он слабее подзаконных актов? Но пока такое решение нашли, посмотрим, как дальше это все будет работать. Процедуры, на самом деле, в этом кодексе их три. Внешняя, вы видите, внутренняя и упрощенная. Конечно, для нас, для всех, и для юристов, и для простых граждан самое главное – это внешняя процедура. Внутренняя административная процедура – это все, что творится внутри государственного аппарата. Кстати, когда вы завтра отправите комментарий, и вдруг вам понадобится по каким-то причинам посмотреть, что там написано про внутренние процедуры, там будет пустое место. Потому что комментарии спонсируются немецким общественным по международному сотрудничеству, они сразу сказали, вы неправильно записали в своем кодексе, это никакого отношения к процедурам не имеет. Гражданин абсолютно все равно, как документы двигаются по служебной лестнице, кто там контролирует, как это все регистрируется и так далее. Для него важно внешнее проявление государственной деятельности. Вот издан акт или совершено действие – все. Поэтому то, что вы завели, ладно, завели, но мы спонсировать это не будем, а, как всегда, у наших, к сожалению, государственных органов, ресурсов, чтобы закрыть хотя бы одну главу, в таком кодексе не оказалось. Но, тем не менее, это было, кстати, раньше в законе об адмпроцедурах, напоминает это выражение про чемодан с оторванной ручкой, да, и нести тяжело, и бросить жалко. Бросить некуда было, поэтому за список фиксировали это в АППК. Упрощенная процедура – тоже непростой очень вопрос. Вот как раз, когда мы с вами говорим о конституционном праве на участие в управлении делами государства, это вот здесь, это в упрощенной административной процедуре, то есть тогда, когда мы предлагаем государству принять какой-нибудь закон, когда мы одобряем его действия в условиях коронавируса или не одобряем, тогда, когда просто кто-то замечает, что есть недостатки в деятельности государственных органов, мы пользуемся упрощенной административной процедурой. Вот под чертой, вы видите, проведено то, к кому надо обращаться. Вообще в этом кодексе появляется новое понятие – административный орган. Но когда речь идет об упрощенной процедуре, вы видите, здесь нет административного органа, здесь есть госорган, орган местного управления, юрлицо со стопроцентным участием в государстве и должностные лица. То есть даже по субъектам в кодексе разные подходы. Что главное, в чем отличие? Надо понимать, что когда речь идет об вот этих вещах, кстати, в АППК они не называются обращениями, обращениями их можно называть в широком, в конституционном смысле слова, а в АППК – это не обращение, обращение только заявлений и жалобы. Но смысл в том, что в результате вот таких, ну, в широком смысле слова обращений, наши с вами права напрямую не затрагиваются. Никто не ограничивает права, никто не лишает прав, никто не налагает обязанности, никто не устанавливает запрет. Есть, конечно, будет много пограничных случаев, там доступ, например, запрос об информации. Если кому-то надо просто получить информацию о количестве вакцинированных и невакцинированных, он пользуется упрощенной административной процедурой, но когда речь пойдет о запросе, скажем, об отсутствии судимости, это уже уходит из упрощенной административной процедуры, а попадает в регулярную процедуру. То есть это тоже не характерный, вообще-то, институт для других кодексов в других странах, но у нас, вы знаете, был закон о порядке рассмотрения и обращении физических и юридических лиц, он тоже утратил силу в связи с введением действия и решили, что вот такие каналы коммуникации с государственными органами надо оставить. На самом деле ситуация осложняется тем, что вот в условиях слышащего государства этих каналов возникает огромное количество аккаунты в социальных сетях, общественные приемные при госорганах, общественные советы, общественные приемы при политических партиях, везде люди идут со своей болью, со своими обращениями, и далеко не всегда вот эти обращения, эти каналы попадают под ОППК, потому что по концепту ОППК все должно быть формализовано, все должно быть в определенных формах. Если этого нет, тогда требовать, чтобы, скажем, государственный орган давал ответ на обращение в социальной сети, но моральное какое-то обязательство есть у чиновника, но юридической обязанности нет. Ответит хорошо, не ответит, ну что не ответил. Что касается, собственно, обыкновенной административной процедуры, понятия очень сложные в этом кодексе, опять-таки, потому что это не наша правовая материя, но сокращенно это то, как издаются административные акты административными органами, должностными лицами. И вот то, о чем я говорил, у нас появляется новое понятие административных органов, когда-то оно было такое в управленческом аппарате, в партийных структурах, отдела адеморганов, который курировал там силовиков. Сегодня появляется новый институт, вы видите, это не только государственный орган, это и орган местного самоуправления, это государственное юридическое лицо, это и иная организация. Самое главное, чтобы у них были полномочия по принятию административного акта или совершению административного действия. Уже сегодня возникает вопрос, а что шире, государственный орган понять или административный орган. На мой взгляд, вопрос такой смысла не имеет, потому что, смотря какой мы ситуации говорим, если в общественных отношениях, которые находятся в орбите АППК, конечно, важнее административный орган. Если мы с вами выходим за отношения, эту сферу АППК, тогда более фундаментальное, классическое понятие – это государственный орган. Кстати, понятие государственного органа тоже содержится в АППК, но я считаю, что это большей частью для внутренних административных процедур. Понятие неудачное, если вы на него посмотрите, то вы можете найти здесь парламент, можете найти маслехаты, можете найти правительство и акиматы, но судов здесь нет. А суд – это тоже государственный орган. Но, тем не менее, вдруг когда-то понадобится, то знаете, что это понятие в АППК, оно тоже не новое, оно перекочевало из закона об административных процедурах. Органы местного самоуправления пока это такая гипотетическая разновидность административных органов, потому что, ну, за исключением, может быть, маслехатов, акиматов, поскольку если вы посмотрите соответствующие законы, то, чем они занимаются, каких-то таких вот решений, которые попадали бы в орбиту АППК, мы вряд ли с вами найдем. Может быть, там уже сейчас новый биток развития системы местного самоуправления, может быть, что-то изменится, тогда посмотрим, какие решения они принимают. Что касается государственных юридических лиц, ну, в данном случае это тоже не новость, это и раньше было в законодательстве, сейчас это просто более так рельефно закреплено, потому что, да, они тоже могут, несмотря на то, что госпредприятия являются хозяйственными субъектами, но они могут выполнять какие-то властные функции, равно как государственные учреждения, я специально в скобочках поставил не являющиеся госорганами. Когда мы говорим о министерстве, министерство – это тоже учреждение, или какой-нибудь территориальный департамент государственного органа – это тоже учреждение, но они у нас вот здесь, в государственных органах, а здесь мы говорим о школах, о университетах, о больницах, о госпиталях, об архивах и так далее. Школа на сегодняшний день имеет право оказывать около восьми государственных услуг, обеспечивать детей из малоимущих семей бесплатным питанием, переводить из школы в школу, организовывать детские лагеря и так далее. И во всех этих случаях, если у человека возникают проблемы со школьной администрацией, школа рассматривается как административный орган. Хотя мы все представляем, ну что такое школа, всегда для нас главнее был там какой-нибудь департамент управления образования, а не сама школа. Школа считала, что никак не может в эти процессы быть задействована. Ну, ситуация меняется, и школа теперь здесь. Самое, конечно, неожиданное для населения – это то, что у нас появились такие вот иные организации, которые также выполняют властные функции. И вне зависимости от того, является она государственной или не государственной, даже не государственная структура в форме ТО, акционерного общества может быть административным органом. Ну, вы все, наверное, обычно мы рассматриваем, кто чем занимается. Ну, Национальная палата предпринимателей выдает сертификаты о происхождении товаров. Не выдала сертификат, можно с ней разбираться. Там пенсионный фонд, фонд соцстраха – это социальные выплаты. Тоже можно с ними разбираться, судиться, почему много или почему вообще не выдали. Там реклама на дорогах республиканского областного значения, согласие, надо идти в акционерное общество Казахтожоу. То, что страшно любят приводить в качестве примера, это седьмая позиция ТО. Любая ТО, которая проводит техосмотр, проводит техосмотр, она является административным органом. Ну и саморегулируемые организации, там тоже надо разбираться, в каких случаях да, в каких нет. Сейчас большей частью речь идет о приеме в эти организации, исключении из этих организаций, поскольку это означает допуск профессии, считается, что это публично-правая сфора. Сфера, по сути, Министерство юстиции от себя передала эти полномочия саморегулируемым организациям. Должностное лицо. Наверняка вы сталкивались в законодательстве с понятием должностного лица. Оно у нас в разных нормативных актах. В уголовном кодексе, в кодексе об адаправонарушениях, в законе о госслужбе, в законе о противодействии коррупции. И всегда у нас должностное лицо, там есть некоторые исключения, в акционерных обществах тоже есть должностные лица, но большей части всегда должностное лицо у нас связывалось а, с понятием государственного органа, б, с представителем власти, полицейский, который имеет право издавать обязательные распоряжения в отношении неподчиненных ему субъектов, и в С, так называемыми государственными менеджерами, у кого есть функции принимать на работу граждан, увольнять, распоряжаться ресурсами и так далее. А ППК совершенно на это не смотрит и вводит свое понятие должностного лица. Вы видите опять, главное, чтобы у кого-то было полномочия по изданию административного акта или совершению адмдействия. Уже одна девушка в сети сейчас много практики, много дел, много вопросов по ППК возмущается, почему в случае с государственным судебным исполнителем черным по белому написано в законе, что он должностное лицо. Вот ЧСИ, частный судебный исполнитель, этого нет. На каком основании его рассматривают как должностное лицо? Но если посмотреть, чем занимается частный судебный исполнитель, то, по сути, он выполняет те же самые акты и совершает те же самые действия. И практика на сегодня показывает, что чаще всего люди как раз судятся с частными судебными исполнителями, что было таким одним из удивлений и откровений после четырех месяцев действия кодекса. Плюс у нас есть такие фигуры, наверняка вы с ними сталкивались, но это больше вопрос такой юридической техники. Например, главный санитарный врач, которого мало кто любит и все критикуют его постановления, но то, что он издает, это постановление не Минздрава и не Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, это постановление самого санврача. Конечно, это представитель государства, конечно, это фигура, которая привязана к какому-то государственному органу, но тем не менее, с точки зрения подачи обращений, разбирательств с этим субъектом, мы смотрим на него как на должностное лицо. То же самое, если вы сталкивались с актами прокуратуры, вы прекрасно знаете, что вы работаете с протестом прокурора, а не с протестом прокуратуры. Вот нет такого документа протест прокуратуры Алматинской области, а есть протест прокурора. Вот эти лица тоже сюда попадают, различные государственные инспекторы в самых различных сферах, там экологические, в сфере охраны трудовых отношений, это все должностные лица. Но это скорее вопрос, так вот, по большому счету, как я сказал, техники, поскольку принципиально мы судимся с государством. Сегодня уже у нас ведутся разговоры вот о конструкции юридического лица публичного права, как это действительно в некоторых странах существует, что человек не должен разбираться, каким он с министерством или с акиматом судится. Он судится с государством, министерство акимат, лишь представитель этого государства в публичных правовых спорах. Вот, теперь следующая позиция, это новые инструменты управленческой деятельности. Это то, в чем сегодня ошибаются все, поверьте мне, и я ошибался, и судьи ошибаются, и адвокаты ошибаются, иски совершенно неправильно формулируют, требования совершенно неправильно формулируют. То есть административный акт, вы видите, есть, ну, это определение, есть признаки административного акта, это больше такие доктринальные, но поверьте мне, именно по ним надо проводить оценку. То, что сделало государство, это считается все-таки административным актом или это административное действие. То есть это публично-правовые отношения, это властный характер, поскольку публично-правовые отношения могут быть не обязательно властные. Я обращаю ваше внимание очень серьезно, наверное, это главный критерий, это седьмая позиция, правовые последствия. То есть когда мы говорим о том, что предоставляются права, кто-то лишается прав, устанавливаются запреты, устанавливаются ограничения, мы говорим, это административный акт. Если этого ничего нет, есть некая организующая деятельность, напрямую не затрагивающая права и свободы граждан, мы говорим, что это административное действие. Вот, пожалуйста, давайте такой небольшой пример, чтобы вы тоже встряхнулись. Скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, первая позиция – это акт или действие? Приказ о выдаче лицензии. А? Действие? Это акт, это классический пример акта, да, то есть вы получаете некий бумажный документ, где говорится о том, что получили право на занятие и деятельность, применение физической силы полицейским. Действие, да. И 100% в аудитории говорят, что действие, потому что мы к этому привыкли, и я до сих пор ошибаюсь и говорю, что это действие. Но с 1 июля 2021 года это акт, да, с точки зрения логики, с точки зрения семантики, что такое акт с латыни, это действие, да, но в юриспруденции вы знаете свои проблемы со счетом, с понятиями и так далее. В данном случае затрагиваются права человека, куча прав на личную неприкосновенность, на достоинство и так далее. И вне зависимости от того, что с точки зрения логики, здравого смысла, это вроде как действие, но с точки зрения АПК – это акт. И работаем мы теперь с ним, когда оспариваем действия полицейского, как с актом. И вот в этом у нас на сих пор, если вы откроете нормативное постановление Верховного суда о практике применения главы 29 ГПК, поскольку глава 29, она сейчас здесь оказалась. И там написано, Верховный суд разъясняет, что действие – это то, что затрагивает права и свободы физических и юридических лиц. Ставим крест на этом постановлении и на этом разъяснении Верховного суда, поскольку оно сегодня просто явно противоречит новому принятому акту. Ну, дальше вам должно быть легче. Приказ о регистрации предпринимателя. Акт уборка улиц городскими службами. Действие, потому что напрямую наши права не затрагиваются там. Конечно, как там говорил Антуан Десент-Экзопери, встал с утра, очисти планету, да, но это далековато от реального регулирующего воздействия. Остановка транспортного средства. Действие. Если включать такие же логику, как в случае со вторым позицией, то это акт. Предписание о проведении проверки. Акт. Нереагирование на свалку средными отходами. Это бездействие. Отказ выдачи сертификата. Приказ об отказе выдачи сертификата – это акт. Непредставление ответа на обращение. Ну, давайте, напрашивается, что бездействие, да, но мы здесь поставим вопрос, потому что здесь чуть позже я вам объясню, что это такое. Жест регулировщика. Вот еще один пример. Действие. С точки зрения логии, это почему акт? Почему акт? Потому что вам дают указания, да, ты, пожалуйста, дорогой, вот сюда едь, а сюда не едь. Он мог это, да, к конкретному субъекту или конкретным субъектам написать на бумаге. Он мог устно об этом сказать, но он использует такую, как мы говорим, конклигентную форму. То есть он с помощью жеста показывает, а туда нельзя. И, кстати, у нас в Алматы была даже судебная практика, когда люди обратились против полицейского, который там что-то неправильно указал, возникло ДТП, и там пострадали люди. То есть это вот даже непридуманные ситуации, это практика. Ну и так для закрепления, посмотрите, все, что до пробела, это традиционно рассматривалось как административные акты. Ну, за исключением дорожных знаков, я немножко понимаю, что для вас, может быть, это новость. Я просто всю жизнь читал студентам, что дорожные знаки и сигнал регулировщика – это тоже акты. Но те, кто не юристы, для них может быть сложнее или там по-другому учили административное право. Но тем не менее, да, дорожный знак, кстати, запрещающий знак – это акт. А вот знак информационный – это не акт. То есть видите, какие могут быть нюансы. А все, что после пробела – это менее привычные для нас вещи, но это тоже акты. Как бы мы с вами не говорили, что остановка транспортных средств, принудительная эвакуация – ну что это? Ну это же действие. Нет, говорит АППК, это акт. Ну и административные действия. Что же такое действие? Посмотрите, патрулирование улиц, санитарная обработка, осуществление различных мониторингов, анализов, статистические наблюдения и так далее. То есть здесь нет вот этого непосредственного регулятивного воздействия. Отсюда мы говорим, что это действия, а не акты. И административные бездействия. Можно было вот здесь поставить частичку «не» и сказали бы, что это бездействие. Но так, просто в качестве нескольких примеров, да, посмотрите. И вот та позиция, которую я обещал вам рассказать поподробнее. Тогда, когда госорган молчит, вы идете с обращением, он говорит вам ни да, ни нет. Как расценивать это? Все зависит от того, с чем вы обращаетесь. Если вы обращаетесь с заявлением, допустим, о государственной регистрации юридического лица, и государственный орган молчит ни да, ни нет, то считается, что он в отношении вас издал так называемый обременяющий акт. Сейчас мы будем говорить. То есть он нарушает ваши права, и вы разбираетесь с ним как с обременяющим актом. В случае, если вы обратились за лицензией или за разрешением, и государственный орган молчит, считается, что у вас благоприятный акт, и вы смело можете заниматься этим видом деятельности. Другое дело, что вам завтра не поверят, скажут, вы начнете объяснять, что там, в соответствии с такой-то статьей закона о разрешениях и уведомлениях, в случае молчания я имею на руках лицензию. Иногда придется это подтвердить. Для этого есть механизм, чуть позже я про него расскажу. А вот если вы обращаетесь просто в рамках упрощенной административной процедуры, помните, предложение, отклики, запросы, и государственный орган молчит, тогда мы говорим, что это бездействие. То есть здесь ситуация тоже не такая простая. Теперь все виды актов – это тоже новелла, а в этом кодексе делятся на благоприятные обременяющие. Вы видите определение, но можно сказать просто, когда физическому и юридическому лицу хорошо – это благоприятный акт, когда ему дали право, когда с него сняли какое-то обременение, когда убрали обязанности, запрет – это благоприятный акт. Когда плохо, мы говорим, что это обременяющий акт. Зачем это надо знать? Потому что есть разные подходы даже в административных процедурах и в судебном процессе в зависимости от того, о каком акте мы с вами говорим – о благоприятном или об обременяющем. Ну вот, посмотрите, тоже давайте быстренько вместе пройдемся. Приказ о выдаче лицензии. Благоприятный или обременяющий? Благоприятный, да, применение резинной палки полицейским. Нет, ну, конечно, некоторые говорят, ну как же, для общества это хорошо, когда преступника таким образом пресекает его деятельность. Но для общества, может, и хорошо, а для конкретного человека, которому это применяют, конечно, это обременяющий акт. Приказ о государственной регистрации. Благоприятный, конечно. Ограничение движения. Кому это, в отношении кого это адресовано, конечно, обременяющий. Доставление в полицию. Опечатывание помещения. Обременяющий. Согласование о назначении руководителя с госорганом, конечно, согласование. Благоприятный. Отказ выдачи сертификата. Обременяющий. Непредставление ответа на обращение. Ну, здесь вы должны спросить, о каком обращении идет речь, да? То есть административное молчание в разных ситуациях по-разному трактуется. Эвакуация автомобиля обременяющая. Вот. Теперь формы административных актов. Они тоже у нас презюмировались раньше и до ППК, но сейчас получается нормативное закрепление. То есть самое знакомое, известное, с которой, во всяком случае, все юристы и просто граждане привыкли работать, это письменная форма. Устная форма, там, полицейский дает указание, там, освободить улицу, да, или разойтись в случае с демонстрацией. Есть иная форма. В законодательстве некоторых стран она так и называется конклюдентная, да? То есть это акты с помощью знаков, сигналов, какой-то визуальной информации, те же самые жесты регулировщиков, сигналы, светофоров. Это все так называемые конклюдентные акты. Вот новость, которая появилась в ППК с тем, что если акт издается в устной форме или конклюдентной, вы можете попросить, чтобы оформили его в письменном виде. Когда я читаю в разных аудиториях, а я читаю тренингов очень много, все начинают улыбаться, да, ну, о чем вы говорите, да? Представьте, полицейский запретил куда-то передвигаться, и вы просите его, давай, пиши акт. Ну, я понимаю, что практика будет непростая, но, тем не менее, а кто знает, давайте пробовать, может, с полицейскими так быстро не получится. С каким-нибудь государственным инспектором, если он начинает чего-то требовать при проверке, пожалуйста, нам можно ему сказать, давайте оформляйте в письменном виде. Мы имеем право такое по закону. Очень важный вопрос, связанный с участниками процедуры, в частности, вот такой непростой, очень дискуссионный правозащитные организации, кстати, очень удивляются этим положением в кодексе. Вы видите, есть участники процедуры и заинтересованные лица. И весь кодекс заточен на то, что нельзя защищать интересы другого. Защищаешь интересы только свои, и все. Ни соседа, ни друга, ни какого-то просто человека, который тебе нравится, или в силу служебных или функциональных обязанностей есть такая необходимость защиты. Только себя. Те же самые правозащитные организации могут ставить там вопросы о недостатках в какой-либо сфере. Но если надо конкретному человеку чего-то не дают, он должен сам обращаться в суд или в административный орган для того, чтобы защищаться. Есть некоторые исключения, связанные в законодательстве, в том числе других стран, связанные с так называемыми популярными исками. Но мы пока до этого не дошли. Там особенно в сфере экологической эти популярные иски признаются, что можно подавать иск, связанный с интересами неопределенного круга лиц. Но пока у нас концепция заточена на то, что защищает только себя. Заинтересованное лицо, ну понятно, что акт может затрагивать, вы получаете разрешение на строительство, и в результате этого строительства ваш сосед не получит доступ к солнечному свету или просто не сможет проехать к своему участку. Он вступает в процедуру как заинтересованное лицо с такими же правами, кстати, как и у заявителя. Единственное, нет у него права прекращать административную процедуру. Вот это не исключает полномочий по представительству. То есть можно также защищаться самому, можно нанивать юристов. Там есть вопрос у нас, юридические консультанты, каким образом в этом участвуют. Еще очень интересная вещь, связанная с тем, что теперь можно просто в устной форме заявить государственному органу, что вот этот человек будет вашим представителем, и все. Мои коллеги, судебные юристы, цивилисты, они говорят, да, ну что здесь новое, это всегда было. Но я не думаю, что в управленческих процедурах это было всегда, в судах иногда это действительно проходило. Но так, чтобы повсеместно на основании устного заявления кто-то мог представлять интересы, мне кажется, так во всяком случае широко распространено не было. Теперь можно пользоваться этой возможностью. Вот принципы административной процедуры. Давайте в конце, а то я боюсь мы вообще тогда... Ну, с точки зрения практической, я бы посоветовал все-таки брать. Но просто могут возникнуть такие ситуации, когда, ну, недодоверенности, да, надо там представить интересы, и вы в устной форме заявляете, просто государственные органы это фиксируют, как бы подтверждают эти полномочия. Вот это скорее будет исключение из правила, и, ну, вы понимаете, что, опять-таки, объяснить чиновнику, хотя их учили по сведениям агентства государственного управления, 75 тысяч чиновников прошли обучение, да, но вот практика показывает, что обучение разное было, формально-неформально, где-то это работает, где-то не работает. Во всяком случае такая возможность есть, пользуйтесь ей. Принципы административной процедуры. Я не хочу останавливаться на всех, некоторые они у нас были, и они декларативные. Я хочу в силу дефицита времени остановиться на некоторых новых вещах, которые у нас появились. И первое, это связано с административным усмотрением. Когда обсуждался кодекс, насмерть стали сотрудники антикоррупционных служб. Они говорят, что вы делаете, вы там сейчас вот коррупцию разгоняете. Не должно быть выбора у чиновника. Должно быть прямо, назад, право, лево, все. Никакого выбора. Это помните, в кодексе об адам правонарушениях когда-то были вилки от 5 до 50-месячных расчетных показателей, от 20 до 100. Потом тоже на волне борьбы с коррупцией это убрали, сказали, что это плохо, должно быть одно решение. На самом деле нарушили очень важный правовой принцип индивидуализации наказания, что может человек совершать в разных условиях, по-разному к этому относиться, и наказание должно быть разное. Так и здесь антикоррупционные службы, они не хотят понять, что жизнь наша настолько разнообразна, что всех ситуаций в законодательстве не предусмотрят, что это невозможно. Поэтому у государственного органа всегда должно быть право на усмотрение, применять или не применять меру, какую меру применять, кому применять, какому имуществу применять. Все зависит от конкретных обстоятельств. Но чтобы это усмотрение не превращалось в произвол, вводится так называемый принцип соразмерности, для того чтобы обеспечить баланс государственных, общественных, личных интересов. И, ну, опять-таки, мы бежим с вами. На самом деле есть такие четыре критерия будут проверки этой соразмерности. Первое, что полномочия предоставленные должно быть использованы в соответствии с целью, установленной законом. Полицейский может взять машину, которая принадлежит частному лицу для того, чтобы преследовать преступника или быстро проехать к месту техногенной аварии. Наверняка тест первый будет пройден. А если он взял машину для того, чтобы побыстрее на обед добраться, да, торопился он, понятно, что тест не пройдет. Дальше идут следующие критерии, пригодность, акт, приемлемый для достижения цели, установленной законом. Очень я обычно на демонстрациях, примерах с демонстрациях объясняю это, да. Какие полицейские могут использовать механизмы для воздействия на демонстрантов? Подскажите мне. Что можно сделать? Сказать, да, требования прекратите противоправные действия, еще. Не, ну, ситуации разные могут быть, да. Слезоточивый газ совершенно, еще. Водометы, о, еще. Оружие могут применить? Могут применить. Сейчас вот эти вот кетлинги, да, новые технологии, когда в кольцо собирают. Это все меры пригодные. Когда будут рассматривать конкретные действия полицейского, первые посмотрят, если там законодательство закреплено, это меры пригодные. Дальше пошла необходимость. Вот здесь уже сложнее. Если демонстранты собрались и просто пока говорят, не рушат витрины, не разбивают машины, людей не калечат, можно к ним водометы применять? Наверное, нет, да. И конкретный судья, конечно, скажет по-своему, но большей частью людей отвечает, что нет, нельзя этого делать, да, потому что эта мера не являлась необходимой. То, что, скажем, в международном праве очень уважается, приветствуется тогда, когда в том числе дела по Казахстану рассматривают, очень часто этот принцип соразмерности включается. Еще более проблемная следующая вещь – пропорциональность, когда надо взвешивать общественное благополучное в результате ограничений свобод с вредом, причиненным этими ограничениями. Вот я помимо административного права занимаюсь, ну, кто-то знает, кто-то нет, права на свободу религии, да, и вот бывают такие ситуации, люди в парке собрались, молятся, дети далеко, миссионерской работой не занимаются, коллективное богослужение, подходят полицейские, говорят, расходитесь, вы нарушаете закон. И они действительно нарушают закон, потому что по нашему законодательству собираться коллективно для исполнения обрядов нельзя. Они говорят, дайте, это реальный случай из практики, они говорят, дайте, сейчас мы домолимся и уйдем. Те начинают применять силу, затаскивать машину и так далее. Вот вы судья, к вам попало это дело. Пропорциональные действия полицейского? Почему? Они же восстанавливают законность, они препятствуют дальнейшему вот этому беззаконию. Люди нарушили закон. Да, но вот вы, когда судья, вы так будете писать в своем решении, да, так и должны писать, будут или не будут, мы не знаем. Тоже люди улыбаются, говорят, да ну, о чем вы говорите вообще. Но это вот то, что к нам приходит сегодня. Действительно, ну, затащили их в машину, формально восстановили законность, но нарушили право граждан на коллективное удовлетворение религиозных потребностей. В Конституции есть право на свободу совести, да. То, что наш закон так написан, это другой разговор. Попадет дело в КПЧ, нам скажут, вы в законе написали неправильно, это вообще нарушение прав человека, да. То есть, в данном случае, конечно, вот пример, который мне привели на одном из тренингов с Восточного Казахстана, очень активный регион. И там проводятся автомарафоны каждый год. Вот, и вот говорят, что какая-то там есть поворот очень крутой, вроде как полицейские все сделали для того, чтобы не было ни людей, ни машин. Ну, вдруг там какая-то машина оказалась. Сейчас из-за поворота машины вылетают участники этого марафона. И, ну, может быть, реально трагедия. Люди могут погибнуть, машины могут покалечиться. Они берут эту машину в чюе, сталкивают, повреждают имущество этого водителя. И он вдруг обнаруживается, и вот он в суд подаст. Как вы решите это дело? Соразмерны в данном случае были или нет? В соответствии с целью, установленной законом, наверное, да. Пригодная мера, наверное, да. Необходимо, уже надо думать, да. Да-да, судья. Ранее об этом было заявлено, то тогда, я думаю, что возможно, что и разумно. Да, то есть они убрали машину без человека соразмерно, да. Для того, чтобы не создать как бы препятствий. Да, но здесь тоже куча, вы знаете, можно водных, конечно, надо смотреть конкретную ситуацию. Сколько времени было. Если времени было много, может быть, эвакуатор можно было пригнать, да, и убрать. Водителя этого поискать, оставил он тут свои координаты, не оставил. Может, водителю плохо стало, тоже ситуация такая может быть. Он куда-то отлучился, пришел, а его машина в кювете. Вот, то есть, видите, вот это вещи, которые тоже, конечно, можно улыбаться. Так будет работать, не будет, но не появляется. И мы ждем, пока я, во всяком случае, не увидел, ну, в том, что я видел в судебных решениях, в административной практике, чтобы это применялось. Но будем смотреть дальше. Охрана права на доверие. Еще один принцип, чуть попозже я поподробнее о нем остановлюсь. Сейчас смысл в том, что мы с вами верим государству. Мы считаем, что то, что оно сделало и сдало, это законно. Для этого у них есть юристы, всякие фильтры, да, экспертизы и так далее и тому подобное. Поэтому, если вдруг завтра государство выясняет, ой, а мы здесь нарушили закон, но вы к этому отношению, к нарушению закона никакого отношения не имели, вы не должны страдать. Вот в этом очень интересный этот принцип права на охрану на доверие. Он интересный и проблемный одновременно, потому что очень много ситуаций, и люди начинают тоже говорить о том, что да, на самом деле этот принцип будет использован в неблаговидных целях, да. Но чуть позже мы к нему вернемся. Принцип злоупредвления формальными полномочиями, не хочу на нем долго останавливаться, он не очень удачно сформулирован. Но, кстати, вот его уже в практике можно встретить, когда суды защищают там предприниматели, говорят о том, что ну что вы требуете то, что законом не предоставлено. Хотя принцип на самом деле он о другом. Он о том, что когда вы представили государственный орган тысячу копий документа и забыли представить тысячу первую, на которой ни на что не влияет, вам не должны только на этом основании отказывать. Или печать не очень хороша видна на ксерокопии. Но РА – это не мои инициалы, это Республика Армения, это как вот вообще закрепляется этот принцип законодательства других стран. Презумпция достоверности. Еще один новый принцип, говорящий о том, кратко, что если у государственного органа есть сомнения в том, что вы представили, не вы должны эти сомнения развеивать, а развеивать должен сам государственный орган. Особенно сегодня, когда куча всяких информационных баз данных, где они могут получить различные сведения и так далее. Теперь, что касается конкретных процедур. Что-то вам знакомо, что-то нет. Процедура может возбуждаться по инициативе самого лица, либо государственный орган, надо изъять участок для государственных нуж, здесь инициативу выступает государственный орган. Вот очень интересная позиция, посмотрите, в случае несоответствия обращения заявителю указывается несоответствие, устанавливается разумный срок для исправления. То, о чем я в самом начале говорил, да, нельзя сразу отказывать. Покажите человеку или юридическому лицу, где можно поправить. Не надо сразу выносить обременяющий акт. Срок процедуры раньше был в календарных днях, исчислялся сейчас 15 рабочих дней. Ну и рассмотрение дела, видите, принцип эксафиша, его вы не найдете в законе, это такая тоже доктринальная вещь, но она говорит о том, что госслужащий не робот. Он не просто должен листать документы, которые ему представили. В суде есть такая сегодня модная вещь, принцип активной роли суда, когда судья помогает участникам процесса, особенно слабому участнику процесса. Здесь то же самое. Чиновник помогает в том, чтобы решение все-таки было не обременяющим, а благоприятным. Вот результаты по результатам рассмотрения дела. Требование, законность всегда была, теперь появляется обоснованность. Не просто указать о том, что нарушена такая-то статья, а разъяснить, какие доказательства были приняты и какие не примяты. И какая мотивация была у чиновника для принятия того или иного решения. Ну и введение в действие тоже интересный момент, потому что с него начинают отчитываться различные процессуальные процедурные сроки. Речь идет о том, что тогда, когда акт доведен до сведения у участника административной процедуры, тогда считается, что он введен в действие. Если говорить о таких топовых вещах этого кодекса, я бы, наверное, в тройку поставил право на заслушивание. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что если собираются принимать обременяющий акт, обязательно должны выслушать физическое или юридическое лицо. Причем это не просто формальность, выслушать и выслушать, а для того, чтобы выяснить, о чем не хватает, а что донести надо, а как эту ситуацию можно исправить. Именно для этого устанавливается вот это вот право на заслушивание. Его, к сожалению, сегодня используют уже где-то формально. Налоговые органы выносят предписание о проведении проверки и проводят заслушивание. Я у разработчиков АППК спрашивал, а что вы хотите, чтобы вам сказал проверяемый? Что не проводите проверку? Ну и как это повлияет? Никак это не повлияет. Ну они мне объяснили, что надо, надо. А сейчас вот уже налоговый комитет, комитет госдоходов извращается в объяснениях, когда надо проводить заслушивание, когда не надо проводить заслушивание. Ну то есть изначально допустили такую системную ошибку, а теперь приходится выкручиваться. Есть ситуации, когда заслушивание проводить не надо. Вы видите сейчас на слайде, тогда, когда сроки короткие для процедуры, там регистрация какого-нибудь ИПшника сегодня или малого бизнеса, это несколько часов, да? Тогда, когда надо незамедлительно применять административный акт, тема вчерашняя наша с вами, что такое общественные интересы. Я вижу здесь проблемы, потому что вот они. Требуется незамедлительное принятие акта в целях защиты общественных или государственных интересов. Но мне кажется, будут с этим проблемы, что заводить под государственные и общественные интересы. Тогда, когда сам участник процедуры не хочет слушаться, да? Но когда действуют автоматизированные системы, есть сегодня многие новые технологии, которые исключают контакты опять чиновника с обращающимся, и в этой ситуации, конечно, никакого заслушания быть не может. Так же, как в случае с обоснованностью, тоже есть ситуации, когда акт обосновывать не надо. Вы видите сейчас на слайде. И вот теперь подходим с вами, опять возвращаемся к принципу охраны права на доверие. То есть, чему нас учили, чему мы учили студентов все это время, все эти годы, что законность – это наше все. Акт должен быть законным, да? Если он незаконный, акт должен отменяться. Это один из толпов вообще нашей правовой системы. А ППК говорит, нет, ребят, теперь не так будет. Теперь, если акт незаконный, это не значит, что его надо отменять. Ну, вы видите сейчас на слайде некоторые позиции, связанные с отменой незаконных административных актов. Но пятая позиция, что если акт обременяющий, значит, он отменяется в безусловном порядке. Во-первых, он незаконный, во-вторых, он обременяющий. А вот когда речь идет о благоприятном акте, здесь не все так просто. Здесь возникает вопрос, вот этот конфликт между принципом законности и принципом права охраны права на доверие. Даже депутаты, когда рассматривали ППК, они говорят, да вы что, ну как незаконный акт нельзя отменять? Его надо отменять. Надо включать все инструменты, там, прокуратуру, суды и так далее. И все-таки удалось доказать, это не только наш, там, какая-то наш оригинальный казахстанский подход, это во всех странах, где такие кодексы, акты действуют, считается, что не всегда незаконные акты подлежат отмене. То есть опять возвращаемся к тому, что если физическое, юридическое лицо никоим образом не способствовало изданию этого незаконного акта, оно-то верило ему, государству, да? Поэтому отменять это так нельзя. Конечно, есть исключения, когда принцип охраны права на доверие действовать не будет. Тогда, когда недостоверные документы заведомо представлены, тогда, когда даются взятки, совершаются другие преступления, тогда опять, когда затрагиваются государственные общественные интересы, в данном случае этот принцип не будет действовать, его будут отменять. Вот сегодня буквально я читал сейчас, там у нас один известный юрист в области земельных отношений, он говорит, что вот все акты, выданные Акиматом, в такой-то срок их надо сейчас отменять и пересматривать. А у меня сразу возникает вопрос, а как же с принципом охраны права на доверие? Так не должно быть теперь, да? У нас в Алматинской области даже шутка есть среди адвокатов, что самая опасная работа – это работа Акима Толгарского района. То есть это очень близкий район к городу, но кто не алматинцы, да? И там очень дорогие земельные участки. И, соответственно, новый Аким, и начинается все пересматриваться, отменяться, выдаваться по новой. Новый Аким и новая – это петля. Вот такого быть не должно, да? Если старый Аким выдал, новый Аким выдал, нет. Если акт законный, и вот никаких препятствий для отмены этого акта не было, акт должен продолжать действовать, даже если он незаконный. Конечно, начинает говорить о том, что, ну, вы представляете, вот в нашей правовой культуре там будет кто-то добиваться не очень законными путями выделения земельных участков тех же самых, да? Потом попробуй отмене этот акт. Наверное, будут проблемы, но есть старое правило в юриспруденции, что злоупотребление правами одними не должно влиять на права других. Так что посмотрим, как это будет работать. У нас уже был кейс один в Алма-Ате, когда и выдали человеку организацию архитектурно-планировочное задание. Он уже построил там какой-то объект, и вдруг Акимат говорит, мы отменяем, мы неправильно выдали архитектурно-планировочное задание. И суд, новый административный суд сказал, не, ребят, так нельзя. Вы выдали человек, верил вам, он построил, а вы теперь говорите, что вы ошиблись. Ну, теперь сами там разбирайтесь, как вы ошиблись и так далее. Вот. И обременяющие акты тоже могут отменяться, законные обременяющие акты. Там санитарный врач считает, что нет необходимости больше в этих обременениях, их можно убирать легко. И благоприятные тоже можно отменять. У нас появляется акт с условием, предприниматель выделяет участок, он вырубает зеленые насаждения, значит, ему могут поставить условия, высади в другом месте. Не высадишь, мы этот акт отменим. Обжалование административного акта. Тоже основные такие тезисы, с учетом того, что у нас остается совсем немного времени. Срок на подачу жалобы, за который нас критикуют, три месяца. Говорят, слишком долго людям ждать, не строить не начнешь, не двигаться не начнешь. Акт подается через орган, который вынес первое решение. Здесь тоже очень интересный момент, будьте готовы. Это очень хорошо и прогрессивно, поскольку государственная администрация очень запутанная. Разобраться простому человеку в хитроспеклениях этого бюрократического аппарата сложно. Поэтому говорят, не мучайся, отдавай тот орган, который сдал этот акт. Но когда вы откроете требование к жалобе, там будет написано, вы должны указать вышестоящий орган. Но на одном из тренингов возник вопрос, а можно написать просто в шапке вышестоящий орган? Ну, можно попробовать, я не знаю, как к этому отнесутся. Практика только покажет. То есть, одна статья говорит, что да, граждане, мы понимаем, что сложно устроен государственная администрация, поэтому не трудитесь, не определяйте этот вышестоящий орган. А другая статья говорит, нет, все-таки вы давайте укажите, кто является вышестоящим органом. Вот если его нет, жалоба подается в суд. Да, это еще очень важный момент. Очень много возвратов иска пошло именно по вот этому основанию. Люди, юридические лица, они не знают, что возникла это теперь общая посылка. Прежде чем идти в суд, надо пройти по инстанции. Не прошли, будут возвращать иски. И это действительно пошли эти возвраты, очень много процентов из-за того, что не соблюден досудебный порядок. Вот. Есть случаи, когда, ну это ладно, пропускаем, виды решений по результатам рассмотрения жалобы, это тоже ничего особенно нового нет. вот что новое, да, это тоже действительно новая вещь. До 1 июля 2021 года у вас на руках решение первоначальное, органы, куда вы обратились, вы подаете жалобу, и вышестоящий орган издает свое решение. Оно может частично отменять решение первого, полностью с ним соглашаться, ну разные варианты, да. Так вот, раньше считалось, что мы с вами дальше оспариваем два акта, разбираемся с двумя актами. Сейчас нет, сейчас это все один акт. То есть это трудно представить, но включите воображение, вот в качестве такого яйца, да, это не моя придумка, это мне прибалтийские коллеги, я с их разрешения использую это изображение, да. Это все теперь одно, и когда вы идете дальше в суд, вы оспариваете не два акта, а один, а там уже дальше разбираетесь, что у вас теперь на руках. И более того, значит, ну представьте себе, что администрация устроена очень сложно с точки зрения даже выстоящих звеньев, да, где-то есть район, область, республика, где-то есть поселок, район, область, республика. Так вот, пройти надо только первый шаг, а дальше решаете сами, либо вы идете по инстанции, либо вы обращаетесь дальше в суд. Вот. Теперь со второй части переходим, это административная юстиция. Если можно, я постараюсь составить минут пять на вопросы, потому что, потому что я боюсь, что не успеем, да. Значит, административная юстиция, административный процесс, административное судопроизводство, вторая часть кодекса. Вы видите, это, ну скажем, немцам мы говорим спасибо, они разработали все эти доктрины, они разработали понятие административного акта, которое сегодня во всем мире используется. Говорят, что мы пошли под немцев, да, но не мы пошли под немцев. Во всем мире сегодня немецкая доктрина торжествует, и в Южной Корее, в Японии приняты такие же акты. А вот дух административного права, это Франция, конечно, это великая французская революция, разделение властей, когда они сказали, что надо, действительно, должно быть все очень строго. Одни занимаются одним, другие, другие, третьи там судятся, да, причем они создали очень интересную систему, которая говорит, что разделение властей предполагает и о том, что если у человека проблемы с госадминистрацией, не суд должен решать эти вопросы. Эти вопросы должна решать сама государственная администрация. И во Франции до сих пор так. У них нет таких судов, как у нас там, административные суды. У них есть высший государственный совет, совет и префектур, который в переводе на наш язык, это административные суды. А сложилось вообще три модели во всем мире. Мы пошли по второй, немецкая, на самую популярную модель, тогда, когда создаются специализированные учреждения, специализированные судебные учреждения в виде административных судов. Они тоже везде по-разному организованы, где-то на первой инстанции, где-то на второй инстанции. Но смысл в том, что это все часть судебной системы. У нас тоже были свои подходы советские, когда считалось, что какие конфликты могут быть у советского человека с государством. У нас общенародные интересы, они все едины. На самом деле конфликты-то были и начинали потихонечку в ГПК закладывать сначала производство из публично-правовых отношений, потом особое исковое производство. В итоге мы с вами дошли до того, что получили четвертый вид судопроизводства наряду с уголовным, с производством по делам обладным правонарушениям, гражданским. И у каждого свой кодекс, и только в случае с АППК у нас, вернее, с административным судопроизводством, у нас получается два кодекса. Сейчас тоже об этом будем говорить. И снова ни в коем случае нельзя утверждать, что есть АППК и забыли про все остальное. Нет, есть конституционный закон, который повыше, чем АППК. Есть ГПК и снова нокаут. Посмотрите, еще один нокаут в отношении действия АППК. Он говорит о том, что применяется тогда, когда не урегулированы положениями Гражданского процессуального кодекса. Именно из-за этого, как я сказал, закон получился очень таким небольшим. Кодекс получился небольшим. 176 статей для кодекса это очень мало. Но были споры. Одни считали, что надо все переложить. Пусть мы повторимся. Доказательства, процесс доказывания, он примерно везде одинаковый в любых правовых процессах. Другие сказали, что нет, давайте включим так называемый принцип процессуальной экономии. И зачем перекладывать из кодекса в кодекс? Пусть судьи пользуются двумя кодексами. Победила вторая точка зрения. Хотя я, например, был сторонником первой точки зрения. Административные суды у нас появились. Вы уже знаете, наверное, с ними сталкивались. Изначально у нас не было коллеги по административным делам. Теперь они появились. Был набор в суде, 180 новых судей пришло в административные суды. Звали людей не из судебной системы, но, к сожалению, не получилось. Только 10 человек пришло в суде не из судебной системы. Хотя опыт других стран показывает, что обычно зовут адвокатов, правозащитников, юристов. Из академической среды очень много людей для того, чтобы немножко уйти от старой системы, поскольку говорилось, что судьи, которые всю жизнь были под государственным давлением, как вы представляете, не будут работать в новых условиях. Но что парадоксально, вот эти 4 месяца показывают, что что-то произошло. То есть те же самые судьи, которые вчера выносили решения за государство, сегодня стали гораздо смелее. Я не знаю, что на это повлияло. Инструментария ППК, пропаганда Верховного суда или что-то еще. Но что-то сдвинулось действительно. И коллегия по административным делам в Верховном суде сформирована была. Там есть некоторые вопросы по персоналям. Ну ладно, сейчас не об этом. И в самом ППК всего 3 вида производств. Первое, это самое главное, это и есть глава 29 ГПК, производство по оспариванию адемактов, действия без действия адеморга. Два других, они такие, наверняка будут нечасто встречаться, связаны с избирательными спорами и с участием в качестве присяжного заседания. Но здесь возникает такая проблема, которую она была изначально видна. Посмотрите сейчас на слайде. Вот эти все производства, это гражданское право или это публичное право? Производство по делам и направлению несовершеннолетних спецорганизаций, принудительное лечение, выдворение иностранца, производство по заявлению признания продукции иностранного СМИ незаконным. Это публичное право, согласитесь? Никакого отношения к гражданскому это право не имеет, но это все осталось ГПК. Все осталось ГПК, и если сегодня государство кого-то выдворяет, ничего здесь договорного нет, это чисто полицейская функция государства, но она осталась ГПК. Объяснения разные. Самое популярное объяснение или такое классическое, что административная юстиция это тогда, когда гражданин спорит с государством, когда он зовет государство в суд, но не тогда, когда государство кого-то к чему-то принуждает. Но мы говорим о том, что все-таки юстиция, это формировалось, эти классические подходы два века назад, насколько сегодня их удачно приводить в качестве примера. Более того, в 90-х годах, в период такой романтизации судебной системы, мы критиковали свою государственную администрацию и говорили, что она плохая, а все эти вопросы затрагивают права и свободы граждан, давайте ей дадим это в суд. И передали все это в суд. И сейчас нам это аукнулось, потому что на самом деле в той же самой Германии, во Франции все эти вопросы или большая часть этих вопросов решают административные органы. Иностранцы в Германии не выдворяют суд, а выдворяют полицейский. Другое дело, что потом люди идут в суд и доказывают законность и незаконность этого выдворения. У нас так получилось, и сегодня, кстати, практика показывает, что не очень обращают внимание на эти вопросы и на эту классику. Посмотрите еще один вопрос, связанный... А, я его убрал. Ну, хорошо. У нас же есть еще ситуации, связанные с тем, что иски подает государство. Это так называемое особое производство, когда считается, что спора нет, да. Просто есть некое требование государства, которое оценивается законно или незаконно. А есть же споры, когда государственные органы обращаются против различных... Там, налоговый орган обращается с иском о ликвидации юридического лица. Там в системе, по-моему, экологического права тоже есть свои иски государственных органов. Есть иски, когда государственные органы подают иски против государственных органов. Это тоже нонсенс, такого быть не должно, но это у нас сегодня есть. Там в системе государственных закупок один госорган судится с другим государственным органом. Это не вопрос вообще судопроизводства, этот вопрос должен по-другому решаться. Вот. Но так вот пока... Почему я говорю, что поторопились, не сделали такую ревизию законодательства, которую, наверное, надо было сделать. Но вот что имеем, то имеем. Теперь будем смотреть дальше. Особенности судопроизводства такие очень схематично. Вы видите сейчас на слайде, да, то есть с левой стороны все, что в АППК, это время доказывания, виды исков новые появились, кто может быть исцом, какие решения принимаются. И не менее важные, а иногда и более важные вопросы остались в ГПК. Но куда важнее доказательства и процесс доказывания, обеспечение иска, проведение судебного разбирательства, апелляция, касация, много открывшихся обстоятельств, это все осталось в ГПК. Ну и если говорить об особенностях, то связь с ГПК мы с вами сказали, публично-правовые споры, это сегодня очень большая проблема, определить спор носит частно-правой характер или публично-правой характер. Дело в том, что люди услышали о этих новых судах, в которых все гораздо справедливее по закону, и пошли с любыми требованиями туда. И с КСК судиться, с управляющими компаниями судиться, и с общественными объединениями судиться, хотя это и раньше нельзя было по 29 главе, а сейчас тем более. Но тем не менее приходится судам сегодня объяснять, что ваш спор не публично-правовой, ваш спор имущественный, гражданско-правовой. Неравенство сторон, это тоже классика, почему вводятся все эти принципы, новые положения, потому что в административном процессе две стороны неравны. С одной стороны человек, у которого нет денег на адвоката, с другой стороны государство, со всеми ресурсами, имущественными, организационными и прочими. И слабому надо помочь в этой ситуации. И в этом отличие административного судопроизводства от гражданского, где судья такой, созерцатель. Этот эти доказательства представил, эти другие, вы не представили, ваша проблема, здесь так нельзя. Здесь он должен помогать. Вот буквально вчера мне звонила одна правозащитница, известная, которая подала иск, и запуталась немножко в вопросах, против кого судиться. иск был связан с отказом в проведении демонстрации, митинга. Я ей объяснил, как мог, конечно, но я сказал, вообще-то это вам суд должен подсказать, помочь. Если вы запутались, суд должен сказать, кто должен быть надлежащим ответчиком в данной ситуации. Там действительно сложно, потому что Акимат – это не юридическое лицо, аппарат Акимы – это юридическое лицо, там еще какое-нибудь управление общественного развития, вмешивается. Действительно можно запутаться, особенно человек, который в этом не разбирается. Я сам путаюсь, хотя 30 лет преподает административное право. Но как раз суд должен помочь. Ага, вы немножко сформулируете требования по-другому или по-другому определите ответчика в данном деле. Вот она, активная роль суда. На слайде вы сейчас видите тоже, что помогает сборе доказательств, что высказывает предварительное мнение. Немцы нам рассказывают, что у них это в законе нет, но 90% случаев судья обозначает свое предварительное мнение. И не просто так, чтобы похвастаться, какое он решение принял, а он дает какой-то намек участникам спора. Может, ребят, не надо судиться, разойдемся. Или вы проиграете, если вы не сделаете того-то, того-то. Он дает возможность представить какие-то новые доказательства, новые аргументации. Бремя доказывания тоже небольшой такой штамп-стереотип с этим понеслось по всем средствам мансовой информации. Презумпция виновности государственного органа никакой презумпции не есть, потому что иски могут быть разные, требования могут быть разные. То есть, такое расхожее понятие, красивое, презумпция виновности государственного органа. Другое дело, что есть бремя доказывания. Вы видите, оно зависит от иска, оно зависит от требований. То есть, если вы действительно оспариваете просто административный акт, то действительно госорган должен доказывать то, что он издал законный акт. Но если вы предъедуете на какие-нибудь повышенные социальные выплаты, у государственного органа просто нет возможности доказывать, законно или незаконно. Вы должны представить свою информацию. Я вижу ваши руки, но мы уже близимся к концу, поэтому чуть-чуть потерпите. Вы видите, в зависимости от иска распределяется бремя доказывания. Нет такой презумпции и виновности государственного органа. Вот эта тоже правозащитница меня спрашивает, где в кодексе написано о презумпции и виновности? Я говорю, да нет этого никакого, не ищите, не найдете. Бремя доказывания есть, но не факт, что бремя доказывания несет государственный орган. Разумные сроки. Тоже очень большая проблема была с ними связана. Не все соглашались, в том числе в судебном сообществе был спор. Надо это или не надо? Ну, судьи тоже у них своя логика. Они говорят, ну, представьте себе, нам в налоговых спорах сколько документов приводит. Бывший председатель специализированной коллегии Верховного суда, которая занималась налоговыми спорами, говорит, два вагона могут привести документы по налоговым спорам. Если вы устанавливаете жесткие сроки, мы просто не успеем. И качество решения будет, но не только, на которое вы ожидаете. Все-таки пробили, и у нас появились разумные сроки. Это не значит, что они безразмерные, они пресекательные. Видите, для различных ситуаций какие есть сроки. Да, уже посчитали, ну, самый трагический случай дело будет рассматриваться в течение двух лет. Хотя говорят, что это исключительный случай, два года маловероятно. Причем разумные сроки есть не только в судопроизводстве. Видите, они есть и в процедурах. Первые две позиции – это про процедуры. Появилась у нас аналогия закона, чего не было в публичном праве, ну, или практически не было. Появились более легкие процедуры приема исков, появилась возможность примирения. До 1 июля 2021 года мириться с госорганами нельзя было. Об этом было написано в нормативном постановлении Верховного суда. Сегодня мириться можно, но сегодня другая крайность. Маятник качнулся в другую сторону совсем. Мириться где надо и где не надо. В одном деле в Алматы у человека забрали машину и поместили на штрафстоянку. Незаконно, да? Он обращается с иском в суд, и они заключают мировое соглашение с департаментом полиции, что тот в течение дня отдаст эту машину, а гражданин откажется от своих претензий к государственному органу, да, и там от требований, чтобы он платил там госпошлину. О чем здесь мириться? Здесь есть явное нарушение закона, здесь нельзя мириться, да? Это связанное, как мы говорим, управление. Поэтому мириться, вы видите, в скобках написано только тогда, когда есть административное усмотрение в государственном органе, тогда можно мириться. А то, что сделала дорожная полиция, это незаконно. Здесь нет места для примирения. Вот другой ситуации, когда я показываю, когда действительно это примирение возможно, несчастный случай произошел на производстве, создается специальная комиссия, по результатам расследования этой комиссии выясняется, что 80% вина работодателя, 20% вина работника. Идет в суд работодатель, разбирается, и они заключаются, этой комиссией соглашения, пересматривают в результате там, видимо, каких-то представленных документов, экспертиз, что 60% вина работодателя, 40% вина работника. Вы скажете, зачем? Ну, вот специалисты, кто занимается этим, они говорят, от этого зависит, привлекут к уголовной ответственности руководителя организации или нет. Но здесь действительно есть возможность для усмотрения. А вот там вот в случае с этим полицейским никакого пространства для этого нет. Участие прокурора. Хотели, очень хотели, и судьи хотели убрать прокурора из административного судопроизводства. Эксперты нам все зарубежные говорят, ну, нечего им там делать. Гражданин судится с государством, приходит еще один государственный орган. Слабому и так тяжело, но так на него двое наваливается. Но вы, наверное, ходите по судам, вы знаете, я тоже занимался семь лет консалтингом. У нас в Атерау был такой спор с налоговым органом, когда приходит прокурор и прямо говорит в суде, я дело не читал, но считаю, что налоговый орган прав. Вот, то есть все. Это позиция, да. но поскольку прокуратура, это у нас отдельный такой центр тяжести в стране, да, со своими, в том числе, лоббистскими возможностями и интересами, не удалось убрать их. Убрали, но ограниченно убрали из административного судопроизводства. Вступление в силу акта с момента вынесения судом к сонной инстанции, но это снова было сделано для того, чтобы по возможности не давать силу юридическую акту, потому что если вдруг сейчас его отменят, а он уже вступил в силу, уже что-то люди предпримут, потом попробуй верни все это в первоначальное состояние, поэтому решили дотянуть до касации, чтобы только после касации акт вступал в законные силы. Меры процессуального принуждения, то, что очень нравится сегодня судьям, они прям хлопают в ладоши и соревнуются, статистику показывают. Ой, а мы столько-то процентов привлекли, а наложили меры процессуального принуждения. Другие тут же смотрят и начинают накладывать все эти штрафы. То есть смысл в чем? Если в гражданском судопроизводстве надо возбуждать специальное административное дело, то сейчас судьи сами решают вопрос с недисциплинированными участниками процесса. Тогда, когда отзывы не представляют, причем представитель коллегии Верховного суда, там уже в качестве примеров приводит, что уже представителя комитета одного из министерств доказали, наказали. Это очень высокий такой уровень государственной службы, да. И за неисполнение тоже они сегодня наказывают. Причем наказывают не госоргана, а наказывают конкретного чиновника. То есть из его личного кармана получается, выплачиваются все эти денежные взыскания. Ну и последнее. Виды исков. Виды исков, которые сегодня существуют, тоже непростой вопрос. Не во всех странах их стали вот так вот выделять. Скажем, в Украине нет такого выделения исков. С учетом того, что требования могут быть самые разные, не всегда они попадут вот в этот, в эти ячейки, которые мы для них законодательство придумали. Но тем не менее, у нас спорили, спорили, все-таки решили вот эту немецкую модель воспринять. И у нас четыре вида иска. Первый иск об оспаривании, тогда, когда вы просто решили по каким-то причинам оспариваете административный акт, и все, вам больше ничего не надо понуждать, принуждать государственный орган. Иногда такого вида нет, иногда он связан с иском о принуждении. Но я думаю, что смысл в нем существует. Например, там, когда вы просто хотите предписание государственного инспектора оспорить. Или вот у меня сейчас в университете, где преподают, там, аккредитационные агентства, одну из программ университетских нас не одобрило, и мы, администрация решила судиться с этим аккредитационным агентством. Во-первых, мне кажется, что это публично правый спор. Во-вторых, ряд администраций нашей решила, да не будем мы их понуждать, чтобы они аккредитовали. Отменить решение и все. Мы пойдем в другое аккредитационное агентство. Второй иск – это принуждение, тогда, когда отказали в регистрации, но вы все-таки хотите эту регистрацию юридического лица, поэтому вы понуждаете государственный орган, чтобы он все-таки произвел эту государственную регистрацию. Есть очень сложное для понимания требование, вот третий тезис – требование об обязанности ответчика не применять обременяющий административный акт. Это о чем? Это так называемые превентивные иски, которые, ну, я боюсь, как они у нас будут работать, потому что даже зарубежные эксперты, когда мы спрашиваем, о чем это, они нам не могут привести примеры. Вот в немецкой доктрине приводят примеры служебного права, когда два чиновника претендуют на одну должность, и вдруг у одного появляется информация, что он проигрывает, он подает иск в суд для того, чтобы не назначили его конкурента. У нас, я когда только начинал вести тренинги, я ошибался, признаю, ошибался, я людям рассказывал, что, например, издал акт-постановление о принудительном изъятии земельного участка. Начинаются эти все процедуры, да? Он еще, собственно, его не изъял, только проинформировал. У человека уже есть информация, то есть, в принципе, иди в суд и обязывай, чтобы не принимали это так. Но потом я понял, что это ошибка, в противном случае тогда все другие виды исков не нужны будут. Поэтому чисто гипотетически, я и с коллегами разговаривал, и с зарубежными коллегами, примеры таких исков. Но, не знаю, представьте себе, что у вас картина страшно дорогая, в XVI веке нарисованная, вам отдосталась от предков. И по каким-то причинам государство у вас эту картину изымает и уничтожает. Не знаю, может, там какие-нибудь инфекции завелись или еще что-то. И, соответственно, вы оспариваете это, но после того, как эта картина уничтожена, смысл вашего иска для вас… Ну, вы потеряли ее, да? Вам никакие деньги не нужны. Это память, это история, это уже не восстановишь. И мне кажется, что вот эти иски как раз о таких ситуациях. Или там, когда я начал смотреть в информационной системе параграф на уничтожение, думаю, что-то с уничтожением должно быть. Ну, увидел там уничтожение животных, заболевших паразитарными заболеваниями, да? Ну, ладно, там регулярное стадо уничтожат, там жалко, конечно, возместят им фермеру. Но представьте себе, какая-нибудь там порода крупного рогатного скота, которой в мире нет. Один экземпляр остался. Для человечества она завтра будет утеряна. И вот эти превентивные иски, они об этом. То есть, почему я боюсь, как бы наши граждане и представители юридических листов не стали бы направо-налево вот эти иски предъявлять о обязанности не применять обременяющий административный ад. Следующий. Иск о совершении действия, да? То есть, тогда, когда нет необходимости в издании акта, тогда, когда все связано с совершением действия. Отремонтировать дорогу, убрать свалку ядовитую там и так далее и тому подобное. То есть, когда нет вот этого непосредственно регулятивного воздействия. И вот эта ситуация, помните, когда мы с вами говорили, если вы обратились за лицензией, а госорган промолчал, считается, что на руках у вас лицензия. Попробуй докажи. И вот здесь в данном случае появляется еще одна разновидность иска, что можно потребовать, чтобы вот там сложным языком написано второе предложение. Но речь об этом. То есть, вы обязываете государственный орган, чтобы все-таки издали, приняли, дали вам этот документ, подтверждающий, что у вас есть разрешение. Но это не самое сложное. Самый сложный следующий вид иска это иск о признании. Здесь тоже куча проблем с пониманием, что это за иск. И я уже вижу тоже в практике, их начинают там, где надо, где не надо предъявлять. То есть, это такой субсидиарный виск, который можно подавать тогда, когда три других иска действовать не будут. Ну, вот нам из немецкой практики приводят такую ситуацию, когда бизнесмену надо считает, собирается заниматься каким-то видом деятельности, но он не понимает, надо ему для этой лицензии получать или нет. Государственный орган разъяснить ему не может тоже. Он идет в суд и просит суд подтвердить, что у него есть право на занятие безлицензионный порядок в ведении этой деятельности. Азербайджанские коллеги нам говорят, что у них это применяется, когда надо подтверждать гражданство человека, у которого нет документов и так далее. Вот у нас, я честно говоря, Верховный суд объясняет это так, что у человека появились какие-нибудь права на социальные выплаты, социальные льготы раньше, да, там, 10 лет назад. Ему сейчас надо их подтвердить, вот он подает такой ист. Но мне кажется, что у нас по-другому должно это работать. Надо сначала обращаться в орган социальной защиты. Орган социальной защиты отказывает, и вы тогда идете в суд и понуждаете этот орган издать благоприятный для вас акт. Вот. Это первый такой вид иска. Второй вид иска – это второй тезис, требование признать обременяющий акт, не имеющий больше юридической силы незаконным. Это о других ситуациях речь идет, как раз вспоминаем наших любимых полицейских. Они при разгоне демонстрации причинили ущерб гражданину, и после того, как этот ущерб был нанесен, акт уже исчерпан, согласитесь, да, его нет, все. Он исполнен. И, кстати, по нормативным постановлениям Верховного суда у нас исполненные акты обжаловать нельзя, оспаривать нельзя. Ну, а ППК снова вносит, я, да, я вижу время, а ППК вносит в данном случае свою лепту в это, он говорит, нет, можно, оспаривайте, если они затрагивают ваши интересы, идите в суд и доказывайте, что действия полицейских в данной ситуации были незаконными. Или, там, примеры зарубежной практики, ярмарку хотят провести, сейчас вот рождественские наступают эти времена, да, отказывают. После того, как время этой ярмарки прошло, акта этого тоже не существует. Но бизнесмен хочет в следующем году провести эту ярмарку. Для него важно оценить, насколько законны были действия государственных органов. Вот здесь есть время, проблемы у нас со сроками на подачу иска, но мы сейчас в эти нюансы уже не вникаем. И в самом заключении, смотрите, какие проблемы сегодня возникают, о том, чьим я говорил, это несоблюдение досудебного порядка, определение вышестоящего органа, вот эти вот без... неклассифицируемые совершенно обращения государственные органы и госучреждения. Можно ли судиться с акиматом, если нет у него юридического лица? Да еще как можно. В публично-правых спорах абсолютно не важно, есть у акимата право юридического лица или нет. А вот некоторые адвокаты, они считают, что нет, нельзя с ним судиться. Проблемы с подведомственностью и подсудностью, очень много вопросов возникают, и практика разная складывается в различных регионах Казахстана, да? Ну и посмотрите, практика трех месяцев. Цифры, может, кто-то из вас видел, кто нет. Около 50% удовлетворяется исков. 43, говорят, если не считать частных судебных исполнителей, 49 с частными судебными исполнителями, которые стоят на первом месте. Дальше земельные споры, госзакупки, налоговые споры. Расчетное количество ожидаемых исков пока соблюдается, ожидают, что будет около 30 тысяч исков в год в Казахстане. Ну и есть у нас некие практические уже примеры. Посмотрите, да, вот как акты и действия не могут различать у нас и судьи, когда говорят о том, что действия акимата по отказу в предоставлении земельного участка, это не действия, это акты, да? И адвокаты, которые подают иски немножко не по тому предмету. И спасибо за внимание. Полтора часа я использовал, так что если есть какие-то вопросы, давайте.